Рассмотрение вопросов связанных с гармоническими колебаниями Становится простым и наглядным, если использовать комплексное представление таких колебаний А в этом нам поможет известная формула Эйлера, которая связывает показательную форму представления комплексного числа И тригонометрический вид такой записи Тема сегодняшнего занятия формула Эйлера Связывающая показательную запись комплексного числа с тригонометрическим Вот это и есть формула Эйлера Использовано следующее обозначение E Это основание натуральных логарифмов Основание натуральных логарифмов Число E появилось в математике благодаря именно Эйлеру И число E, которое тоже ввел в обиход Эйлер Представляет собой корень из минус единицы Который называется мнимой единицей Мнимая единица Мнимая единица Которая введена в математику Тоже благодаря Эйлеру Вот об этом Е в степени и φ О геометрическом смысле формулы Эйлера И пойдет у нас речь в дальнейшем Причем сам Эйлер Не давал никакого геометрического толкования Своей формулы Это появилось Уже позже И именно Переход от формулы Эйлера К векторам диаграмм И будет темой следующей Нашей